Уважаемые коллеги, переходим к дискуссии. Будьте добры, какие есть вопросы? Так, пока вопросов... А, есть вопрос, да, Гульфея Мискартовна, будьте добры. Пожалуйста, Ники. Так, все. Есть ли данные о сравнении Ники-Маба с кальпикотерапией, одни джинфы, например, с кальпикотерапией или с терапией Кристофелина? Какая такая нормальная? Понятно, если сравнить Ники-Маба с кальпикотерапией, то есть понятно, что здесь выявили, а будет сравнение с кальпикотерапией, да, в категориях? Ну, насколько я знаю, клинических исследований больших нет в этой области, да, по прямому сравнению у данных, хотя действительно это напрашивается, да, у больных имеющих, да. Да, да, но здесь, наверное, нужно иметь очень такие обоснования, чтобы больных с таргетными мутациями, с драйверными мутациями, с ожидаемым высоким эффектом таргетной терапии рандомизировать группу все-таки иммунологического препарата, да? Это слично, понятно. Насколько сопоставима эффективность? Можно я попробую на этот вопрос ответить? Значит, во второй линии в нескольких клинических исследованиях включались больные, у которых содержалась и GFR-мутация, и АЛК-мутация. Вообще были вот эти две наиболее распространенные драйверные мутации. И во всех исследованиях, которые были сравнительные с химиотерапией, больные с драйверной мутацией были хуже с иммуно-онкологическими препаратами в сравнении, чем с химиотерапией. На сегодняшний день наличие драйверной мутации практически предполагает нечувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. К сожалению, это очень жалко, что именно так, но это имеет по всей виду свое биологическое объяснение, потому что там крайне низкая мутационная нагрузка. Это пациенты, которые были в большинстве своем, не курильщики, в подавляющем большинстве своем. То есть здесь точки приложения иммуно-онкологического препарата, по всей видимости, нет. Ни одного из них. Поэтому для большинства исследований сейчас эти больные являются критерием исключения. Их в новые клинические исследования даже не включают. Жаль, но такова, похоже, судьба препаратов в этой группе больных. Я хочу еще добавить, у нас был пациент, Анна Игоревна, помните, да, пациент, которого мы включили с наличием драйверной мутации при прогрессировании процесса. К сожалению, мы не получили того ответа, которого бы мы хотели получить. Он остался, в общем-то, с хорошим икоком. Икок где-то был, оставался один, но эффекта от лечения практически не было. Поэтому этих пациентов нужно, конечно, все-таки пристально смотреть и обоснованно назначать тогда. Может быть, действительно, это будет критерием и исключения, и в дальнейшем. Но хотя сейчас пока в рекомендациях регистрации не прописано, что пациентов не включать в это исследование, не назначать препарат. Вот те исследования, в которых мы сейчас принимаем участие, там... Я им говорю инструкцию. Инструкции пока не написано. А в новых исследованиях, которые сейчас идут, уже пациентов с драйверными мутациями, это является критерием исключения. Потом, потому что есть препараты, которые эффективны, которым можно добиться практически стопроцентной эффективности. Можно на них останавливаться. Есть первая линия, есть вторая линия. Да, и при ИДЖФР-мутации, при ЛК-мутации. Поэтому здесь, конечно, искать не надо, там, где уже нашли. А вот других пациентов лечить, например, меня, очень поражают вот эти вот данные, что Данила Львович представил по поводу лечения плоскоклеточного рака лёгкого, правда ведь? Потому что эту категорию пациентов действительно не знаешь, как во второй линии лечить, чем их лечить. Они не отвечают на лечение, причём с выраженными клиническими симптомами. И то, что вот показал у пациента, вот для меня это уже открытие, всегда казалось, что тот атеректаз, который уже наступил, никогда лёгкое больше не расправится, и будет постоянное понимание. И тем не менее ответ есть. Даже, может быть, когда в практике доктора появятся 1-2 пациента с таким клиническим эффектом, ради этого стоит работать, согласитесь, правда? Может быть, и как раз сейчас почему-то идёт поиск возможных маркёров, искать тех пациентов, кому действительно это поможет, потому что проблема обеспечения, она достаточно высока. Я бы очень хотела спросить аудитории, вот поднимите руки, пожалуйста, кто держал в руках иммуно-онкологические препараты, те, которые у нас в Российской Федерации есть. Ну вот единица, вот это о чём говорит, правда? Поэтому мы очень беспокоимся по поводу того, чтобы не было нивелировано действие и активность препаратов, потому что, к сожалению, будут, наверное, означаться эти дорогостоящие препараты, может быть, не тем пациентам, кому действительно напрямую показано, потому что мы живём в Российской Федерации, всё абсолютно понимаем. Поэтому, уважаемые доктора, давайте чаще всё-таки встречаться и обсуждать возможные показания и отбор пациентов, чтобы нам увидеть действительно эффективное-эффективное лечение. А то, что вы сказали по качеству жизни, у нас проведена действительно большая работа, и сегодня в зале присутствует Татьяна Павловна, которая тоже вот руководила вот этой большой работой по качеству жизни пациентов. Качество жизни – это выигрыш большой был при применении неволумаба у больных с немелко-отлеточным раком лёгкого на фоне лечения неволумабом. Конечно, это достижение. Уважаемые коллеги, ещё вопросы аудитории, будьте добры. Может быть, тогда скажет нам, кто применял уже препарат, какое у вас впечатление о неволумабе при лечении больных немелко-отлеточным раком лёгкого? А при меланоме только, да? А у вас тоже хорошие результаты при меланоме. Тогда вот я попробую немножко добавить. Вот те 79 пациентов, которых нам удалось включить в программу расширенного доступа, они, в общем-то, показали следующее такое впечатление. Во-первых, не надо у большинства больных ждать какого-то вау-эффекта, что вот это прямо бомба. Действительно, препарат работает далеко не у всех. И даже если он сработал, не обязательно, что это будет стойкий эффект. И именно поэтому я лично переживаю за то, чтобы через какое-то время, когда препараты появятся, этой группы, этот ли конкретно препарат или его похожие препараты, то после одного-двух, может быть, эффективных больных будет длительное время, когда часть больных будут неэффективны и будет разочарование. Вот здесь не должно быть этого разочарования. Сейчас вся цель, которая перед нами стоит, это выделить тех больных, которым мы наверняка сможем помочь. Конечно, это больные. ПДЛ-1 позитивные, как минимум, при аденокарциноме легкого. И здесь очень важно определять правильными маркерами, делать правильную иммуногистохимию, и видеть ту группу, которая будет оптимальна для применения этих препаратов у больных с аденокарциномой, у больных с плоскоклеточным раком легкого. Я думаю, что еще будет пДЛ-1 тестирование не закрыто, и оно должно применяться вкупе с той информацией, которую мы знаем клинической об этих больных, и этим больным в большей степени показано применение неволумаба. То есть наверняка, особенно в условиях дефицита, мы должны эти препараты, если не наверняка назначать, то как минимум в той группе, которая имеет самые большие шансы на ответ. Это больные, у которых высоко педит один позитивный опухоль, которые курильщики, и может быть, если дай бог удастся наладить, скажем так, молекулярно-генетическое тестирование, чтобы знать, какая действительно там мутационная нагрузка, вот тогда мы действительно будем попадать в точку, и эти крайне дорогостоящие препараты не будут выливаться в трубу, а эффект, мы уже видим, какой может быть, и впечатление от применения этих препаратов будет самое, что ни на есть благоприятное. Ну, хорошо. Итак, уважаемые коллеги, может быть, кто-то уже, у кого-то готов вопрос к обсуждению? Нет вопросов? Ну, тогда мы заканчиваем. Всем большое спасибо. Большое спасибо, что пришли на нашу сессию. Отдельное спасибо докладчикам. Докладчикам будем работать, будем обсуждать и будем лечить. Спасибо большое. Спасибо.